Основные события этого дня в эфире Первого Крымского. Вы смотрите «Время новостей». Коротко о главном. Субтитры делал DimaTorzok Президент России Владимир Путин заявил, что подобные рекомендации не имеют ничего общего с заботой о потребителях. Это обслуживание интересов иностранных государств в отношении России. Вот именно для этого и вводилось это понятие «иностранный агент». Чтобы иностранные государства не использовали инструментов подобного рода для вмешательства в наши внутриполитические дела. В крымском правительстве эту памятку назвали «откровенной провокацией». Ну, нелепость эту можно было бы, знаете, прокомментировать таким образом, ну, как если бы, скажем, жителю Красноярского края для того, чтобы слетать в Москву, надо было бы получать какое-то разрешение, не знаю, в республике Конго, например. Вот это ровно такая же нелепица. Поэтому никаких разрешений не надо. Граждане спокойно могут сюда приезжать, отдыхать. У нас сейчас прекрасная погода, прекрасный стартовавший сезон. По последним данным, Генеральная прокуратура России потребовала возбудить уголовное дело в отношении авторов дезинформации. А именно, Общество защиты прав потребителей, общественный контроль, включенного в реестр некоммерческих организаций иностранных агентов. Документы уже направлены в следственные органы. Кот в мешке или дешевый бензин по цене элитного. На полуострове участились случаи продажи некачественного топлива на ЭЗС. Методы борьбы с мошенничеством рассмотрели в ходе заседания крымского правительства. Другие темы, требующие незамедлительного решения, в материале Екатерины Наумовой. Какой культурный нашелся, а? А когда-то у себя там на колонке бензин ослиный мочер избавлял. Не был паршивым. То бензин, а то дети. К сожалению, случай из популярного советского фильма актуален до сих пор. И ситуации с продажей некачественного бензина под видом элитного не единичны. За примерами далеко ходить не надо. Водитель со стажем Владимир Кушнир признается – это своего рода русская рулетка. Из-за такого топлива не раз приходилось ремонтировать машину. Есть заправки, конечно, которые качеством топлива вообще ужасные. И цена у них довольно-таки приличная. Желательно, конечно, хотелось бы, чтобы топливо было лучшего качества. Потому как ремонт автомобиля после такого топлива дорого обходится. Как говорится, кота в мешке можно приобрести не только в Симферополе, а практически по всему полуострову. В Совмине настаивают на предметном мониторинге заправок. С наказанием мелочиться не будут. Если вина того или иного предпринимателя будет доказана, ответят по всей строгости. Посчитать прямой ущерб. То есть там есть люди, которые пострадали напрямую, у кого там двигателя просто встали из-за использования подобного топлива. То есть в данном случае надо такие тоже моменты изучить, на каких заправках всё это происходило и дела уголовные повозбуждать. Если это система такая работает, то, конечно, от таких операторов нужно избавляться. И мы приложим все усилия по замене операторов, если поймём, что с ними бороться, что их без конца проверять. Причём затягивать с определением преступлений и наказания нельзя. Крыму такие вольности определённо взятых лиц в нефтеперерабатывающем бизнесе уже влетели в копеечку. Причинили ущерб государству на сумму более полтора миллиона рублей. То есть по установлению подобных фактов будут возбуждаться уголовные дела. На сегодняшний день вынесено всего 33 постановления о возбуждении дела об административных правонарушениях. Выявлено 33 нарушения законодательства. Внесено 20 представлений об устранении нарушений законов. Непочатый край работы в курортной сфере – там свои проблемы. И касаются они в основном доступности пляжей. Многие лечебные учреждения незаконно присваивают пляжные территории, делая к ним ограниченный допуск. В Минкуротов отчитались о положительной динамике – проблема имеет место быть, как и способы её оперативного решения. Только за неделю активной работы 20% лечебных пляжей вновь стали общедоступными. У нас здесь есть определённый потенциал, потому что по тем сведениям, которые есть в Министерстве курортов и туризма, некоторые санаторно-курортные заведения занимают большее количество пляжей от нормы, которые сегодня определяются согласно российскому законодательству. Разобравшись с официальными, обещают взяться и за дикие пляжи. Их санитарное состояние вызывает беспокойство. Глава республики дал задание составить примерный список таких объектов и определить на местах, ответственных за их уборку. Екатерина Наумова, Дарья Скобеева, Андрей Трещук. Время новостей. С лёгкой руки главы республики тема мусора в крымской столице получила правительственную огласку. Муниципальные власти развели руками. Чтобы сделать Симферополь чистым, нужно ни много ни мало 100 миллионов рублей. В эту сумму входит и вывоз отходов, и закупка техники, и дополнительные контейнеры на столичных улицах. Выделить деньги в Совмине пообещали из республиканского бюджета. Пока же в городе определяются, где уборка необходима больше всего. Несколько адресов коммунальщикам подскажет Артём Артёменко. Предупреждение грозное. Правда, ещё с украинских времён здесь ничего не менялось. Бутылки, шифер, матрасы и даже принтер. Чего только не встретишь на симферопольских мусорках. Елена ежедневно ходит по дороге мимо этой свалки. Женщина живёт неподалёку. Уже привыкла передвигаться по проезжей части. С такими тротуарами уж лучше рискнуть. Не ходим. Страшно по нему ходить. Как-то можно нормально относиться плохо. О каких бы то ни было правилах, сортировки тут, похоже, не слышали. Хотя, как мы видим, имеются контейнеры разного объёма. Судя по виду, мусоуборочные машины здесь бывают редко. Одна из главных особенностей улицы Крымской заключается в том, что отходы лежат не только в контейнерах и баках, но и даже на проезжей части и на тротуарах. Из-за этого пешеходы вынуждены ходить по дороге. А это уже улица Полигонная. Летом зловоние, исходящие от масштабной мусорки. Чревато в том числе и головокружениями. Ведь как только на улице плюс 25, сомнительный запах сразу попадает в соседние дома. Причём ни один кондиционер не помогает. По информации главы администрации Симферополя, в городе существует 55 маршрутов движения, мусоуборочной техники, которые охватывают весь город. Но этого абсолютно не хватает. Мы хотим видеть контейнерные площадки постоянно чистыми. Тогда нужно выходить, по сути, на почасовую уборку. Мы это анализировали и приходим к серьёзным таким проблемам, которые, прежде всего, связаны с загруженностью транспорта города. Потому что машина всё-таки большая и выходить на… У нас 70% работает ночью. Вот 70% ночью и чуть-чуть работает днём. Это утром и вечером. Власти Симферополя попросили 100 миллионов рублей из казны Крыма на организацию вывоза отходов. Бюджет сможет выделить эти деньги. Медлить нельзя, ведь на кону – курортная репутация всего полуострова. Это опять задача руководителя исполнительной власти на месте. Проехали, посмотрели веренную территорию. Если видите, что график уборки, то есть в данном случае, не подходит, но измените его, если нужны дополнительные средства, обоснуйте, готовы вам помогать так или иначе. Но порядок должен быть. Зато за мусор, не убранный вовремя, но будем наказывать точно так же. Давайте, Геннадий Сергеевич, всё, запускайтесь. И изменяйте порядок с сегодняшнего дня прямо. График вывоза. Причём эта проблема не только Симферополя. Глава республики настоятельно порекомендовал руководителям других городов всерьёз заняться проблемой санитарного состояния. Потому что спрос с каждого градоначальника правительстве обещают серьёзный. Артем Артёменко, Алексей Романов, Время новостей. КНДР становится на сторону России. Всё большее количество американцев недовольно политикой официального Вашингтона. А украинские соседи забыли о том, что деньги счёт любят. Обо всём по порядку в нашем международном обзоре. У России в борьбе с политикой Запада ещё один союзник. На встрече с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным о поддержке нашей страны заявил его коллега из Верховного народного собрания КНДР Цой Тхе Бок. Он добавил, что руководству Северной Кореи хорошо известно, что Россия в последнее время активно защищает свои стратегические интересы. Противовес неправомощной политике давления экономических санкций США и Запада. Тем временем в США ряд экспертов начинает сомневаться в выбранном государством антироссийском курсе. В частности, известный политик Рон Пол предостерегает официальный Вашингтон от шапкозакидательских настроений и сравнивает его с ребёнком, который, цитирую, начинает кипеть от злости, когда кто-то отстаивает свои национальные интересы. То, что сейчас у многих вызывает снисходительную улыбку, по мнению Пола, совсем скоро ударит по самой Америке. Ведь Москва и Пекин представляют существенную угрозу доминированию доллара. Потому что именно у этих стран есть возможность и желание создать обеспеченную золотом денежно-валютную систему, что по определению будет означать крах доллара. А в Украине пока по-прежнему не научились считать деньги. В нынешнем году наши соседи потратят почти полмиллиона гривен на организацию чемпионата по футболу Евро-2012, который прошёл в Украине и Польше ещё три года назад. Эти средства предусмотрены в госбуджете на текущий год и якобы идут на содержание Национального агентства по вопросам подготовки и проведения финала Евро-2012 и реализации инфраструктурных проектов. При этом займы, полученные Украиной на организацию чемпионата, финансируются отдельной строкой в бюджете Украины и не входят в указанную сумму. В Армении продолжается столкновение граждан с полицией. Напомним, массовые беспорядки в Ереване начались после повышения тарифов на электроэнергию. По имеющимся данным, по итогам последнего митинга задержаны 237 участников акции. Семь демонстрантов получили ранения различной степени тяжести, трём потребовалась госпитализация. Пострадали и 11 полицейских. Напомним, что первая акция прошла 19 июня. Самая масштабная была 22 числа, а в ночь на 23-е все 3000 демонстрантов разогнала полиция. В федеральном правительстве составили график праздничных выходных на следующий, 2016 год. В частности, будут перенесены дни отдыха с субботы 2 января на вторник 3 мая, с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. В целом, в будущем году жители России будут отдыхать 10 дней в январе, 3 дня в феврале, 4 в марте и 7 дней на майские праздники. В Массандриже в буквальном смысле разбирают сомнительное украинское наследие. В ходе проверки выяснилось, что около 16 тысяч гектаров виноградников легендарного предприятия были вырублены, а на их месте построены дачи и многоэтажные жилые гаражи. Кто и как разграблял государственные земли, смотрите в нашем сюжете. Площадь массандровских виноградников начала уменьшаться сразу после распада Советского Союза. Еще бы южный берег Крыма, лакомые кусочки земли. Почему бы не построить дачу? Но российские реалии от украинских отличаются. Сейчас, когда Массандра перешла под управление делами президента России, началась инвентаризация земель. Если на 1997 год земель всего под виноградниками и, будем говорить, леса, было 26 тысяч гектаров. А вот и результаты деятельности украинских чиновников. Так называемые гаражи – девятиэтажные, с видом на море. На деле же обычный самозахват и фальсификация бумаг. Но беда не только в этом. Новые постройки разрушили старую инфраструктуру. В результате строительства частных домов была нарушена здесь дренажная система. И вода начала поступать в подвал. Естественно, появилась сырость, естественно, появилась плесень. Такая атмосфера уж точно не улучшает качество вина. Совсем наоборот. Немалые средства нужны теперь на реконструкцию. Кое-где от заводов вообще мало что осталось. Продавались даже винные бочки. Устроили в Крыму и элитные украинские селения. На местах виноградников, конечно же. Вырубка тут велась гектарами. А сильные мира сего, точнее того, строили свои дачи и наслаждались жизнью. За эту землю исправно платится арендная плата земли и налоги. Ежемесячно. И казна получает деньги. Кто, что и куда платит, ещё предстоит выяснить правоохранителям. Но изменения не за горами. Земельные участки Массандры начали собирать. И уже вернули около тысячи гектаров. Дальше, как говорится, больше. Эдуард Здоров. Время новостей. Большая Ялта. Памятники культурного наследия Крыма и Севастополя получат статус федерального значения. По предварительным подсчётам на это претендуют 10 тысяч объектов. Такая цифра была озвучена в ходе выездного совещания Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре. Также делегаты обсудили и особо острый вопрос Южнобережья. Заброшенное состояние Ялтинской киностудии. Его решение взял на свой контроль председатель комиссии, советский кинорежиссёр Станислав Говорухин. С поддержкой правительства России он планирует возродить и модернизировать крымскую индустрию грёз. Подробности в материале наших журналистов. В феврале этого года правительством России был принят закон, согласно которому объекты культурного наследия Крыма должны быть включены в единый государственный реестр. Часть из них получит статус федерального значения. Это значит, что ответственность за их сохранность и содержание возьмёт на себя государство. Речь идёт не о передаче собственности памятника, а речь идёт о значении памятника. Что вот, допустим, этот памятник имеет общегосударственное значение, как памятник культурного наследия. Будут памятники, которые будут иметь региональное значение и местное значение. Несмотря на то, что полуостров только недавно вошёл в российское правовое поле, уже сейчас местная власть удивляет коллег с материка предприимчивыми идеями. Так, Министерство культуры республики внесло предложение, которое поможет значительно пополнить бюджет. Гастрольная деятельность в Крыму. Вы знаете, что каждый артист, даже класса А, самого высокого уровня, мечтает приезжать на крымские площадки, выступать, но при этом бюджет не получает ровно ничего. И для того, чтобы это привести в норму, чтобы республике оставалась часть доходов из таких вот прокатных событий, мы должны обязательно это законодательно закрепить. Мы сейчас вносим эти инициативы на региональном уровне, потому что федерального закона о гастрольной деятельности нет. Вот мы выступаем пионерами. Но по-прежнему есть проблемы, которые на региональном уровне не решить. К примеру, до сих пор остаётся неясной судьба некогда популярной Ялтинской киностудии. Этим вопросом председатель Комитета Госдумы по культуре, известный деятель киноиндустрии Станислав Говорухин займётся лично. Уже к осени обещает положительный результат. По крайней мере, моя задача, как кинематографиста, понимающего, что такое Ялтинская киностудия в истории российского кинематографа. Я думаю, что к осени что-то зашевелится. По крайней мере, у меня, я надеюсь, будет возможность поговорить с президентом Российской Федерации. По итогам совещания была принята резолюция с предложениями и рекомендациями от профильных ведомств. Этот документ и ляжет в основах культурного развития полуострова. Наша главная задача, чтобы законодательства Республики Крым и Севастополя соответствовали федеральному законодательству, и чтобы те реальные правоприменения законов не мешало нормальной жизни города и края. Ольга Савенко, Денис Тищенко, Время новостей, Левадия. Сохранить природу полуострова. Актуальные экологические вопросы были подняты на семинаре-совещании, организованном Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Крымскому федеральному округу. По данным Росприроднадзора, на его учете числятся более 8,5 тысяч предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Мусорный ветер, дым из трубы. Ни один полигон твердых бытовых отходов, расположенный в Крыму, до сих пор не получил лицензий, предусмотренных нормами действующего российского законодательства. Причина проста. На полуострове пока нет предприятий, соответствующих всем предъявляемым требованиям. Понимая все это, правительством Российской Федерации было принято 207-е постановление, которое упрощает введение бизнеса у нас в Крыму и упрощает начало этого всего процесса для крымских предприятий до 2018 года. Но это все сделано с учетом того, что до 2018 года это предприятие, оно работает, но оно должно привести в соответствие с российскими законодательствами все свои полигоны, свои машины и все остальное, с чем они пользуются. В режиме уведомлений без оформления лицензии по республике пока работают 20 предприятий и еще три в Севастополе. Но твердые бытовые отходы – не единственное направление работы ведомства. На строгом контроле находится в первую очередь производство, деятельность которых связана с задымлением атмосферы, сбросом сточных вод и другими подобными нюансами. Все они обязаны подавать в Росприроднадзор отчеты о расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду в электронном виде. Сейчас есть, конечно, некоторые вопросы в том, что не все имеют электронные подписи и не все могут сдать в электронном виде эту отчетность. Мы готовы принимать отчетность в электронном виде, у нас все сервисы работают, но я еще раз повторюсь, что вся проблема в том, что не каждое предприятие имеет электронную подпись. Отсутствие электронной подписи не освобождает предприятие от обязанности отчитываться перед Росприроднадзором, а лишь несет за собой дополнительные расходы на оплату услуг фирм-посредников. Алексей Щербак, Алексей Романов, Время новостей. На этом все, но мы продолжаем следить за информационной картиной. Оставайтесь с Первым Крымским, узнавайте новости первыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова